Здравствуйте! 110 лет. Это много или мало? Если смотреть в глобальном смысле, конечно, немного. Но если речь идет о большом медицинском учреждении, это довольно серьезный срок. 28 сентября свой юбилей отмечает железнодорожная клиническая больница города Иркутска. Ей 110 лет. И сегодня у нас в гостях главный врач больницы юбиляра Елена Анатольевна Семенищева. Здравствуйте, Елена Анатольевна. Здравствуйте. Многие считают, что попасть на прием к вашим докторам довольно сложно, практически нереально, что вы ведомственное учреждение. Так ли это? Это 110 лет мы открыты для всех. Вы должны иметь полис обязательного медицинского страхования, полис добровольного медицинского страхования. Ну или если вы хотите попасть немедленно в плановом порядке, то мы откроем перед вами дверь. А какие же услуги вы готовы оказывать своим пациентам? Мы оказываем высокотехнологичную медицинскую помощь по 11 направлениям. У нас современные 160-срезовые аппараты МСКТ, у нас МРТ, КТ, у нас литотрипторы, у нас очень хорошая аппаратура в нейрохирургическом центре, где и наш микроскоп, он шестой по счету в России. Скажите, а налажена ли как-то работа со службой скорой медицинской помощи? Я очень благодарна Министерству здравоохранения Иркутской области, что у нас получился хороший современный совместный проект, что мы хирургическую помощь оказываем в экстренном режиме. Поэтому все кареты скорой медицинской помощи, если так случится с пациентом, то, конечно же, эти кареты приедут на образцово 27. Что делать людям, которые в силу разного рода обстоятельств не могут приехать к вам на прием? Это прежде всего совместный проект, передвижной консультативно-диагностический центр. Ровно 10 раз в году мы курсируем по Иркутской области, где доступной становится медицинская помощь для отдаленных на малонаселенных территорий. Насколько я понимаю, бывают случаи, когда только медикаментозного лечения или оперативного вмешательства недостаточно, чтобы пациент выздоровел. Нужна длительная реабилитация. Могут ли пациенты получить ее у вас? Пациент сразу с нашей базы может переехать в больницу восстановительного лечения и получить курс реабилитационных мероприятий по восьми направлениям. Отлично. Спасибо, Елена Анатольевна. Я полагаю, что наши телезрители получили все ответы на интересующие их вопросы. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова